Утро доброе, Весикарчаева, Черкесия с вами. С утра немного ветер и облачно, а вот что будет дальше с погодой, узнаем из прогноза синоптика в ночь чуть позже. А пока время новостей. Рождение ребенка – долгожданное событие почти для каждого родителя и особенно горестно, когда у ребенка возникают проблемы со здоровьем. В следующем нашем сюжете мы расскажем о маленькой девочке Алие Тулпаровой всего 9 месяцев, но малышка уже столкнулась с необходимостью прохождения серьезного лечения. Этот процесс невозможен без нашего с вами участия. Мадина Каракетова подробнее. 9-месячная Алия – веселая и активная малышка. Хорошо кушает, любит танцевать под синий трактор и подвижные игры, уже говорит мама и папа. На первый взгляд даже и не скажет, что у девочки какие-то проблемы со здоровьем, но недавно ей поставили диагноз – асимметрия черепа. На то, что с головой ребенка что-то не так, мама Алии Анжела обратила внимание сразу же в первые дни после ее рождения. В роддоме, когда уже дали ребенка, я обратила внимание, что у нас голова как бы чуть в одну сторону выпуклая. Врачу сказала, она мне сказала, укладывай на другой пачок. Мы выписались на третьи сутки после роддома. На следующий день педиатр, когда пришел, тоже я показала, сказали, что ребенок лежал, наверное, на одном выпукл. И тоже такой же советовала. Потом я замечаю, что у нас это не проходит. И уже начала смотреть в интернете. Родители детей с такими же диагнозами рекомендовали Анжеле обязательно проконсультироваться у нейрохирурга Леонида Сатанина в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени Бурденко, что немедленно и сделала Анжела. Проконсультировалась, записалась, нас пригласили. Время, конечно, у нас прошло. И пока мы записались, месяц ждали запись. Ну, нам подтвердили наш диагноз, мои предположения. Врач Сатанин, нейрохирург очень хороший, грамотный, кстати. Вот. Он нам сказал, что у нас уже глазки в разные стороны, асимметрия пошла, ушки ствинулись. И что нам операция не нужна, нужен шлем. Краниальная ортеза, или попросту шлем, изготавливается для каждого ребенка индивидуально, с использованием данных обследования компьютерной томографии и компьютерного моделирования. Ношение такого шлема позволит черепу альи расти в правильных проекциях и будет препятствовать его патологической деформации. Активнее всего шлем помогает, если носить его в раннем возрасте, когда кости являются наиболее пластичными. По мере роста черепа шлем подлежит замене, но краниальная ортеза стоит недешево. Дал нам номер телефона, мы связались там, где делают шлем. А там нам предложили уже, что можно через фонд оплатить. Чтобы приобрести шлем, нам нужно время, чтобы самим собрать деньги. У нас время ограниченное, потому что ребенок растет. Мы так поздно обратились, нам надо было в 3-4 месяца уже носить этот шлем. Поэтому мы обратились в фонд за помощью, чтобы он нам помог. Сумма шлема у нас получается 180 тысяч. Для помощи Алие отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети» и любую сумму, например, «Дети-100». Эта сумма спишется с вашего мобильного счета. Или пройдите по ссылке QR-кода. Другие способы помощи на сайте РУСФОНДА. Мадина Каракетова, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести, Северный Кавказ. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В горах местами плюс 18, плюс 23 градуса. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточной четверти 5,10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем плюс 32, плюс 34 градуса.